здравствуйте друзья девять часов утра примерно санта-круз рабочий день понедельник да а мы идем погулять потому что мы возвращаемся в долину чуть попозже может быть после обеда поедем так что вот мы гуляем вы скажете а чё это вы пацаны такие можно сказать зимние цвета чем вы такие зимние вот это то то что мы любим санта-круз вчера было довольно таки жарко и с утра светило солнце а сегодня с утра был дождик а где было жарко здесь тоже гулял с утра в майке туда сегодня пасмурно это то что мы любим потому что люди из долины нашего сани вейла то есть солнечной долины до приезжает сюда в санта-круз в горы да горы санты город и здесь пасмурно здесь прохладно здесь хорошо немножко получить отдушину от жары нашей это по что интересно сейчас продолжают в калифорнии бушевать 12 пожаров один из них дикси называется какой-то вообще там его никто обуздать не может стер стерли с лица земли какой-то городок эти пожары жуть да и а вот мы тут понимаешь находимся и как-то даже не подумаешь так вот вроде прохладно в прошлом году здесь лесах это же мы находимся на самом берегу океана подальше отойди там тоже будут леса в прошлом году тут такие были пожары тоже по моему даже не в прошлом прошлом да немножко горела тоже да но когда высушивает поэтому здесь тоже это место не застраховано от выгорания пожаров тоже опасно просто вот сейчас ветер совсем не в ту сторону даже дыма нет то есть мы не чувствуем бывают случаи когда где-нибудь горит и ветер в нашу сторону и так очень очень основательно может присутствовать в атмосфере да сейчас как-то вот мы несем три мешка собачьим три мешка с какашками да а это все друзья одна собака вот туда раз отлично мы распростились с собачьим добром и слушай и на воде никого я хотел сказать дерьмом а ты сказал ну зайчик я по-доброму потому что а если б я рассказал другое слово то я буду по-доброму смотри как вот какие-то яхточки стоят людей вообще нет вечером когда мы гуляли очень красиво было яхта на закате да и люди там стояли но если обычно вот так идешь и тут какие-то люди ну там на досках да то сейчас их вообще не одну во первых будний день так и в будний день бывает ну будний день будет там где не тина нигде детская площадка серьезно да кто-то будет а кроме того ты видишь полный стиль еще что же это штиль вообще невероятно вообще нет угол да наверное это как-то связано с облачностью я не знаю но так неизвестно чем связано потому что здесь бывает ветер полный стиль и бывает абсолютно отсутствие ветра и огромные волны то есть как каким она управляется с утра я выходил погулять с собачкой это было где-то в районе 8 и сверху такая моросяка сыпалась да это не дождь не дождь но моросяка и вот асфальт мокрый был сейчас так вроде уже по суше но тоже люди гуляют видишь вот не мы не мы одни сказать что с собакой стали раньше вставать потому что она будет в районе 7 часов а мы не сами ну я просыпаюсь раньше так это жду его самое интересное то что просыпаюсь в районе 4 ровно 7 часов да ты знаешь что я тебе скажу как то мы недополучили оздоровление жизни да то есть вот рассчитывали что сейчас середине июля там открывая все открывается до калифорния открылась одним из последних штатов сейчас все открывается и дальше можно путешествовать и можно туда-сюда и вот мы классную комнату запустили там и так далее а сейчас опять они еще не закрывают до масочный режим снова когда мы были как бы не пуганы до боялись собачка на медведя похоже видишь над камнем над камнем да да красивая собачка да так что тогда как бы все боялись инфекции аккуратно все время аккуратно себя вели а еще и потом тут вдруг почувствовали мы все уже все позади все прошло да она еще более сильно еще более заразное очень ну ты знаешь что говорят что вот со дня на день в день даст полная полная опробовал как мне как по-русски так вот туда полностью утвердит не для экстремального использовать вот а для для нормального использования эту вакцину что уже много накопилось данных статистических для полного одобрения нужно много данных и и что они хотят вакцинировать не потому что она не одобрена а многие говорят что поэтому из десяти человеку я сегодня прочитал из десяти человек которые отказываются вакцинироваться трое говорят что для них это существенно ну в общем да надо сказать что в средствах массовой информации там как бы основные новости это вот с фронтовом борьбы с этой самой пандемии сейчас уже начинают писать немного но так начинают писать проверь версию лямбда которая где-то в ноябре прошлого года была зафиксирована впервые в перу а сейчас уже есть там во всех странах мира ну или почти во всех во всех штатах сша она изучается то есть про нее еще не очень все понятно так что трудно сказать трудно сказать но по всякому случае это то к чему внимание исследователей привлечено то есть как бы там красную лампочку еще они они ее не зажгли но говорят что мы в общем следим ну в общем смотри такая мутация происходит что как бы послабление не наблюдается да то есть мы не выходим из этого режима и продолжаем находиться в состоянии было готово все эти коммутации это естественное состояние как бы поведение ну если бы не ослабевали бы да все были привиты тогда как хорошо а когда ты рискуешь каждый день заразиться причем сегодня с этой дельтой то можно вот так на пляже заразиться когда никого нет человек прошел мимо и все заразил ну я скажу что вообще вот коронавирус если мы посмотрим за последние там полтора года что мы с этим умеем дело мы видели людей которые заражались вообще не по непонятно с чего вот там понимаешь просто непонятно с чего абсолютно спрятавшиеся законсервированные ни с кем не видящиеся и так далее так далее смотришь подхватил так что ну все-таки были какие-то контакты не бывает из ничего кто-то в лифте проехал кому-то пришли по уходу работники да кто-то в магазине нет ну безусловно какой-то контакт с внешним миром есть но просто он настолько минимально и оказывается достаточным значит поэтому друзья мы призываем вакцинироваться мы за вакцину верим хотя бы не сразу были да то есть мы некоторое время подождать посмотрите на самом деле не понятно какие будут более долгосрочные перспективы от этой вакцинации в не хорошем смысле да вот но с другой стороны тут уже ты взвешиваешь а что тебе дороже тут нет выбора хорошего и плохого сегодня или последствия завтра которые неизвестно будут или нет как тут сказал человек до последствий еще надо дожить да это правда я читала статью одной медсестры которая сейчас работает в переполненном госпитале туда привозят людей которые заразились этой дельтой да они были не вакцинированы и перед тем как а их на ивл сразу сажают они дышать не могут это легкие поражают и чего дайте вакцину дайте вакцину она будет тулей слишком поздно вы не можете уже сейчас повернуть нет ну естественно когда человек заразился ну правильно но она говорит что они уже у нас заразившись а раньше они принципиально не хотели аналогичное бывает когда человек звонит когда страхованием занимался он звонит и говорит хочу купить страховку на автомобиль когда уже авария да конечно из той же серии вот я хочу сказать что неожиданное такое заявление сделал бывший президент наш испанин трамп который сказал что если бы не его усилия по созданию вакцины то уже уже было бы миллион покойников в сша надо сказать что в сша умерло людей от ковида где-то 1600 но дело в том что там они когда определяют от чего человек умер там такая манера что если там было что-то и ковид да тут то говорят что от ковида хотя на самом деле из этих 600 может быть какое-то количество на фоне ковида скончались но может быть это не было определяющим фактором и так далее но все таки 600 тысяч и 100 миллионов это очень большая разница 100 миллионов это каждый третий в стране поэтому тут но не в этом говори что угодно но просто это очень сильно как бы должно было бы заставить задуматься тех людей которые как бы с одной стороны сторонники трампа с другой стороны говорят что нет никакой болезни что она выдумана что никакой угрозы никогда не было что не нужно никаких мер принимать и так далее так далее то есть как бы это очень я не знаю так как это хорошо либо снимите крест или имите крест или оденьте штаны должны надо выбрать который был явным противником вообще вакцин вакцинации говорю все это чепуха выделил деньги все-таки на разработки до ну это не лично это сделать вся система работает насколько его личная роль в этом вообще фигурировал то есть был бы на его месте любой другой человек и то же самое было бы сделано то есть его личные заслуги в этом вообще не вообще свет есть такое мнение я много раз натыкался что львиная доля того что делает тот или иной там руководитель президент допустим да была бы сделана независимо от того кто именно президент ну то есть безусловно личность этого человека влияет на что-то но в основном так сказать то что делается оно бы и делалось ну не совсем так конечно ну то что трампа выходил из всех соглашений конечно он бы выходил ничего бы такое с другим любым президентом не случилось но подожди он же не является традиционным президентом он как бы такой он просто выпадает поэтому если ты отойдешь отлично трампа а посмотришь на всех других президентов что республиканских что демократических то в общем-то процентов 90 домов и марку такой делать если они следуют традиционным способом но они в основном же следует вот такая вот ситуация то что он вакцину одобрил да но ты знаешь что интересно вот допустим деньги выделялись и компания модерна пользовалась этими деньгами компания пайзер денег не брала то есть они это сделали нет не вопреки но за счет своих ресурсов они не брали ни у кого денег они просто сделают но сейчас же они берут деньги за то что у них уберут вакцину ну и речи о выделении средств на разработку то есть вопрос не то что вакцину купить то чтобы то что вакцину купить это решение конгресса который принял закон о том чтобы бесплатно всех лечить вакцинировать там тестировать и так далее это только палаты конгресса сша приняли президент подписал я вам скажу такую вещь вот сегодня вот это их дополнительная вакцина которая файзер зарабатывает третье который еще не нет нет еще не утверждено ее нельзя сделать но если бы сегодня была возможность сделать это свои деньги да я бы сделала за свои деньги потому что идут еще не поняла то что она покрывает как раз все вот эти дополнительные штаммы в которых мы совершенно не защищены но тут есть тонкостью дело в том что те вакцины которые мы сделали мы тоже не сделали бесплатно то есть они 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 взяли нет они взяли у нас страховку за наши вакцины они получили деньги с нашей страховки если у тебя есть уже она послушает и если у человека страховка есть то он за нее деньги платит поэтому если пошлишь пойдешь делать там скажем третью вакцину и тебе врач пропишет, да, скажет, пусть, пусть сделает, то она пойдет точно так же по страховке. Нет, ну даже если страховка решит, что она не будет их покрывать полностью, там, с какими-то полтыментами, не знаю, с чем, то я, в общем, не заражаю заплатить свои деньги тоже, лишь бы не иметь дела с этим болезнью, потому что жизнь показывает, что это все очень-очень тяжело. Все разговоры о том, что это чепуха, совершенно неоправданная. Очень многие люди, которые убеждали других, что это чепуха, уже сегодня не с нами, именно из-за этой самой чепухи, да, то есть, как бы, таких случаев сколько хочешь сейчас есть, так вот, ярые противники там, и все, и смотришь, что человека нет уже, так что, да. Да, как это печально, на самом деле, посмотри, а вот здесь вот, пожалуйста, не довольны всему волны, хотя мы не видим сильных сенсоров, но здесь волны все-таки есть такие. Волны, Света, ну, это ж, ну, где же тут волны, вот прямо, прямо у бережка? Ну, да. Нет, нет, Солнце, это не то, это не то. Давай мы воспользуемся тем, что камера позволяет наводить. Надо сказать, что с некоторых сторон не впереди, вот там впереди четко видна граница между океаном и небом. Да. А вот с той стороны там туман, вообще не видно границы, и стоят какие-то корабли, как будто они в воздухе высадят. Где? Ну, это очень далеко, свет. Ну, да, да. Я боюсь, что у нас на камере люди не сильно заметят. Пусть они нам поверят на слово. На слово тебе с удовольствием все поверят. Так, видишь, даже парковка свободная, ты видишь? Обычно, друзья, здесь не запаркуешься. Ну, просто рано еще. Если хотите погулять у океана, приезжайте в понедельник. А если вы приедете в субботу или в воскресенье, тут будет полно народу. Ну, естественно. И собаки, собаки, собаки со всех сторон. Ну, сейчас просто местные жители с собаками приходят гулять. Тоже хорошо, чтобы никого нет. Конечно, пусть гуляют вот с собаками, без собак. Мы с Томиком с утра прогулялись, оставили его дома и пошли погулять сами. Потому что с ним гулять тяжело. Да, он щеночек, он отвлекается, ему все интересно, понюхать. Собак других нет, потому что если собаки другие есть, он очень хочет с ними играть. Он и с людьми хочет играть. И с людьми. Он начинает махать хвостом другим собакам. И вот так как-то. Что еще ожидает фан? Ну, игривый он. Игривый. Вот видишь, еще лужи не просохнут. Дождь, как он шел вон вообще. Ну да. Здесь еще что бывает, если какая-нибудь волна сильная. Как брызнет, так и смотришь мокро. Вон там дальше сухо, ты видишь. Мне кажется, это вот тут. Вот тут. Как брызнет. Как брызнет. А смотри, как там люди с барбекю устроились вообще. Барбекю. Да, да. Они очень культурно. Друзья, смотрите. Смотрите, да. Очень, очень даже нормальненько так народ устраивается. Не уверен, что они там поймают что-нибудь. Ну, я думаю, это просто они не ради рыбалки, это все. Не ради рыбы. Не ради рыбы, а просто так, как времяпровождение. Знаешь? Медитация. Да, и не жарко. Было бы жарко. Была бы другая история, но. Нет, сейчас замечательная погода. Сейчас не жарко. Я пользуюсь возможностью, что камера у нас позволяет наводить. Да. И мы сейчас посмотрим вон там такой острову. Ну, скала такая, островочек. А на ней всякие птички, друзья. Сейчас мы на этих птичек наведем. Или, может быть, поближе подойти сейчас. Подойдем поближе. Так. Чтоб не по гипотенузе, а прям покатить эту. Так. Сейчас мы... Ну, давайте отсюда. В конце концов, что там. Так. Остров с птичками. Вы видите весь остров. А сейчас я попробую так. Как-нибудь вот так. К птичкам поближе. О! Пожалуйста, вы видите. Из других новостей, друзья, у нас, надо сказать, что за выходные Сенат, ну, не принял еще вот этот 1,2 триллиона закон по реконструкции, так сказать, нашей инфраструктуры. Но, во всяком случае, уже преодолен филибастер. То есть это значит, что буквально сегодня, может быть, завтра они этот закон примут. То есть это уже вопрос такой чисто, ну, я сказал, процессуальный. По мелочи там. Все суета. Они, конечно, хотят на каникулы уйти, потому что им время-то уже быть на каникулах. Их там задержали. И там есть такая процедурная штучка, когда никто не возражает. Вот 100 человек, и никто не возражает. То они сразу говорят, все, прекращаем там прение и переходим к голосованию. Но нужно, чтобы единогласно. А тут один есть, значит, республиканский новичок, он первый раз в Сенате. Вот и он говорит, а я возражаю. Говорит, он не то, что я против всего этого комплекса мир, но просто процесс есть процесс. Нифига его сокращать. Давайте не пойдем на каникулы вовремя. И, в общем, они вот так продолжают этот процесс, поскольку нет единогласия. И сегодня демократы разослали, опубликовали, ну, разослали по своим, так сказать, пацанам, ну, и опубликовали проект бюджета, 3,5 триллиона. И, в общем, там много разных мер. И мы с вами знаем, что для того, чтобы вот этот новый инфраструктурный пакет, который они будут проводить силами одной партии, для того, чтобы его провести, они туда включили еще много мер, связанных с иммиграционными делами. Потому что, в принципе, любые иммиграционные процессы так или иначе завязаны на бюджет какой-то, да, то есть нужны какие-то деньги. Вот даже, например, такая вещь, как, скажем, грин-карт-лотерея, для ее проведения нужны деньги. Вы можете ее проводить, там не проводить, но если вы решили ее проводить, то вы должны сказать, вот столько-то денег выделяется на проведение. Поэтому посмотрим. 2700 страниц документов. Знаете, я не знаю, как они с этим работают. Ну, понятно, что есть комитеты, понятно, что там есть люди, там много народу, они читают, вычитывают, сводят вместе там и так далее, и так далее. Но республиканцы сказали, что они этого ничего поддерживать не будут. И, в общем, если хотите, сами проводите. Ну, как бы демократ на них и не рассчитывали, в общем-то. Это понятно. То есть даже вот этот совместный законопроект на 1,2 триллиона долларов, они с трудом там договаривались. Так что понятно, что на большую сумму там речи не было. Ну, посмотрим. По всякому случаю, я хочу сказать, что в контексте того, что мы на нашем канале все время обсуждаем, а это вопросы, связанные с эмиграцией и вокруг эмиграции, обустройство новичков там и так далее. Безусловно, создается очень много рабочих мест в строительстве. Такие не то, что вот там, скажем, рабочая виза там в Кремниевой долине, да? Нет. Но создается очень много рабочих мест, и людей в стране нет на это. Поэтому осваивать там триллионы понадобится новая такая, новая кровь. Поэтому я думаю, что эмиграционное законодательство должно как-то поменять смалька с тем, чтобы... Свет, дай мне сниму лошадку. Чтобы позволить как-то привоз в страну людей со средним специальным, может быть, образованием. Ну вот не исключительно там ученые или инженеры, а просто люди, которые могут работать на стройке. Друзья, выяснилось, что это не лошадь при заходе сбоку, а это натурально дракон. Более того, он вообще привязан, чтобы не улететь. А у него крылья есть, и он привязан с веревкой. Да, 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 там беревкой привязан. Ну, ну, действительно, знаешь, а если улетит же обидно будет, правильно? Да, да. Пошли. Красивый дракон. Красивый. Он, скорее, одевают перед любым праздником. Его как-то наряжают. Ну, просто вот эти люди, они этого дракона периодически наряжают в разные одежки. Это правда. Так. А вот тут мы можем через забор, друзья, через забор. Ну, там красивое такое сооружение. Мы сейчас перейдем на ту сторону дороги и посмотрим на него красиво. Здесь пересечения, видите, одной улицы, такой она просторная. Да, вот дом. Где вчера как раз велосипедисты ехали. Где мы не могли перейти улицу из-за велосипедистов вчера. Да, сейчас можем запросто беседить. Можем. Как хорошо, друзья, когда нет какого-то велосипедного ралли. Идешь себе и все. Да, машина останавливается. Да. Натолкнулись мы на ралли. Подождали. Знаешь, уже пол-одиннадцатого. Переждали. Пол-одиннадцатого, друзья. Вот так вот жизнь преподносит сюрпризы. Да, действительно, наш стиль изумительный. Просто что-то невероятное. Выбудут все собаки, вот эти голден дудлы, со всех сторон. Да, со всех сторон дудлы. Это, друзья, Америка. Здесь что-то... Такое ощущение, что гораздо больше собак вот таких намешанных, нежели чистопородных. Нет, ну, если пойдешь на шоу собаки... Ну, при чем тут шоу? Я говорю, по улице и идешь. А уже идут два дудла, но видишь, они на море абсолютно разные. Правый и симпатичный, а левый нет. Они постижены по-разному, постижены по-разному. Да. Такой хвост у них такой, знаешь, развивающийся. Да, это настоящий. Это вот голден ретривер и подву, поэтому у них такие хвосты. Да. Много дудлов, друзья. Ну, мода, что ли, такая даже, я не знаю. Нет, но сегодня мода. Я тебе скажу, что вот, например, наш домик, он совершенно не лает. Нет. И обычные собаки, такого не бывает, чтобы они вообще не лаят. Потому что собаки в крови лаять, когда кто-то в двери подходит, когда там посторонние проходят даже мимо дома. Нет, ну, внимание привлечь, в конце концов. Вот, да. А он вообще не лаят. Смотри, вот, давай покажем, как проваливается. Я не подхожу. Видите, да, провал, провал, проваливается. Они все время чинят, а оно продолжает проваливаться, друзья. Я не подхожу к краю. Я просто показываю нашим зрителям, чтобы они не думали, что в Америке тут медом намазано. Вот здесь проваливалось, вот они, видно заплатку. Но они так хорошо, так его, да, смотри? Я думаю, что они ко мне лаят. Ну, в общем, произвели работу какую-то. Да. Так чего ты говоришь? Я говорю, что вот эти artificial собаки, искусственные, они не так хорошо нюхают, на самом деле. Вот мы заметили по сравнению с чистопородными. У них не такой хороший слух. Вот. Они совершенно не предназначены для того, чтобы... Для службы? Для службы охранять хозяина или защищать его. Наоборот, они предназначены для того, чтобы их все охраняли и защищали. Но при этом они милые, дружелюбные, вот такие именно компанийские собачонки. Ну, да, да. Ну, а что, какую службу нам тут служить? На охоту мы не ходим? Нам тренер, тренер сказала, что вот люди заводят себе овчарку и хотят, чтобы она была очень дружелюбна со всеми посторонними людьми. Дело в том, что овчарки в природе, они призваны охранять. Поэтому, когда со своими они дружелюбны, а когда чужие подходят, начинают рычать. Но она имела в виду, что люди не понимают собачьей натуры и берут какие-то породы, потому что они красивые там или что-то, и ожидают от них поведения, не свойственное этим породам. Ну, да. Давай вот этот туалетный дом покажем, сейчас мы его зайдем. Это нормальная цепляшка, а не туалетная. Нет, нет, ну, сходство с туалетом ему придает вот эта вот плитка такая. Ну, это в нашем восприятии. В нашем, в нашем, ну, конечно. Мы оттуда, где такие туалеты делают, да. Вот там у них красиво наверху, смотри, какая у них там верандочка. Вот они там могут сидеть. Стекло, стекло от ветра защищает. Ну, я не уверен насчет заселенной, но там стоят какие-то предметы, которые как бы подразумевают, что там есть жизнь. Ну, вот такой домик. На обратном пути мы снова проходим мимо скалы с птичками. Да. Бывает, что еще морские львы сюда забираются. Там с той стороны такой пологий склон можно забраться. Но сейчас не видать. Вы видите, друзья, как затянуло тут дымкой практически небо. Не видно. Но это только если вот тут на местности. Если отъехать минут 15 в сторону материка, то будет совершенно другая картина. Больше того, здесь по мере того, как солнышко прогревает и выпаривает вот этот туманчик, вот здесь тоже изменится. Вот уже и серфер появился на желтой доске. О, и вон там тоже сразу несколько. Вот видите. Там тоже есть. Ну, хорошо. То есть налаживается, налаживается. Вот. И солнышко прогреет, и все это растопит, и будет небо синеньким. Вот как вот там, вы видите, немножко проблескивает. А мы возвращаемся домой, погулявши. Вот здесь можно попить кофейку между двумя туалетами. Вот тут. Вот тут между двумя туалетами работает учреждение общественного питания. О, вот тут. Можно взять кофейку, мороженого. и рядом оправиться. Очень удобно. Все, друзья. Света, давай помашем ручкой нашим зрителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова